Интересная история по поводу нехватки аппарата МРТ в городе Ачинске. Стоимость аппарата 150 миллионов рублей. И это только иностранное оборудование с учетом тех требований, которые к нему предъявляются. И здесь тоже очень важный момент. Сейчас, с учетом особого периода, некоторые товарищи могут приезжать в Ачинск и обещать на право и на лево людям, что буквально через год аппарат здесь будет. Здесь очень важно вести переговоры и не все тащить на краевую систему здравоохранения. Если найдется предприниматель, который готов будет этот аппарат поставить, в том числе в Ачинске, на западную группу районов, Минздрав Красноярского края уверен, и наш комитет будет первым, кто сделает все возможное, чтобы максимальный объем потоков пациентов туда завести за счет средств обязательного медицинского страхования. Потому что если этот аппарат мы будем, что называется, доказывать на уровне федерации, это займет годы. Потому что таких желающих очень много по всей стране, а мы живем в федеративном государстве. А, соответственно, возможности существенно меньше. То есть МРТ Ачинску не ждать? Почему? Нет, подождите. Вот, значит, что касается МРТ, это обязательно будет заявки, которые направляются в федерацию. Сказали мне, что это заявки? Эти заявки подаются ежегодно, но аппарата МРТ нет пока в национальном проекте. Поэтому необходимо искать разные варианты, которые есть. С учетом, значит, возможностей Игоря Котровича обединить бизнес для того, чтобы привлечь его к решению этой проблемы. Попытаться найти частного инвестора, который готов будет под гарантией, в том числе фонда обязательного медицинского страхования, его поставить, понимая точный объем, который необходим. Но, знаете, здесь очень важно понимать, что МРТ это не измерение давления и не измерение глюкозы. Это высокотехнологичная медицинская помощь. Когда мне говорят, что за последний год 4000 человек уехало из Ачинска, потому что аппарата МРТ нет, ну это, конечно, не совсем так. Работа ведется, но еще ситуация в том, что и наш комитет, и уверенный Минздрав пустых обещаний дает. Чтобы вас порадовать, как называется, сожители, я могу сказать, да, обязательно, уже совсем скоро будет. Работа ведется, но это не быстрый процесс. Кто обещает быстро решить такого рода проблем, скорее всего, говорит не правильно.